итак друзья всем большой привет с вами дмитрий это канал про интересные автомобили в частности автомобили из европы сегодня сделаем полноценный обзор на вот этот замечательный ford куга виньяли который прибыл к нам из швеции 2 литра 180 лошадиных сил под капотом естественно это дизель полный привод и хорошая комплектация сегодня мы с вами поедем на внедорожье за как бы его попробуем в горку в нашу с вами любимую сегодня видите самая крутая погода для внедорожья идет снег за сутки на на минут на 15 сантиметров выпало как бы но это наоборот нам на руку сделать интересный контент для вас предлагаю ролик не затягивать вступлением сейчас я возьму камеру в свои руки покажу по комплектации потому что машина вот я сейчас ее сократил на мойки самообслуживания чтобы показать более-менее чистую вам просто мы сейчас поедем на внедорожье по трассе он здесь его закидает какашками грязи поэтому будет не очень презентабельный вид поэтому сейчас беру руки и камеру и снимаю рассказываю про цену и пробег давайте погнали итак друзья продолжаем ролик ford виньяли встречает нас такой крупным сечением радиаторные решетки сотами сейчас я вам быстренько покажу машину в круг покажу все шильды да то есть покажу интерьер салон автомобиля и так начнем такой мокрый асфальт цвет серый металлик машина на 17 колесах до колеса не оригинальные это второй комплект зимние конечно но колеса многие много решают машине как она выглядит если бы стояли оригинальные я думаю выглядела бы она в два раза круче но не суть колеса дело нажимное можно их и установить сейчас пробежимся с вами по внешке и так машина не маленьких размеров принципе ну стандартно той же которая продавалась в россии в европе просто виньяли это у нас я не хочу говорить вигнали потому что я уже как-то делал обзор на мандео может кто-то из вас смотрел и меня очень часто поправляли там зачем ты произносишь вигнали надо говорить виньяли поэтому сегодня говорю виньяли ребят на этом мы найдутся те кто будет теперь обратно и мне доказывать не суть хороших размеров не маленьких так скажем сам наш кроссовер который имеет полный привод имеет автоматическую коробку передач здесь 180 лошадиных сил ваш любимый французский дизельный мотор DW10 400 ньютонов он выдает по комплектации она жирная но может быть чего-то и не быть машина из швеции сейчас еще раз об этом напомню естественно у нас будут двойные стекла будет значит заводской фаркоп и так начнем как и сказал с передней части вот эта вот решеточка такая с крупным сечением на встречает красивая спору нет парктроники по кругу есть авто парковщик в машине автопилот а несмотря я думаю что будут еще вопросы задаваться ребята выстроенная логистика так что машина из швеции приезжает нам проезжает эстонию падает в россию так настроена сейчас выстроена логистика у нас диодные фары дальний ближний хорошо светят такие отдых и ложки но они мерцают видео но в реальности глаз воспринимает как такой яркий горящий огонь видно издалека есть противотуманные фары они к сожалению галогеновые если бы они были диодные было бы я думаю симпатичнее если бы в одном в одной цветовой палитре они бы были и так есть такая губа снизу ну типа знаете вот этот виньяли это типа пакета эрлайна у volkswagen на какому тем пакетах бмв но здесь такая есть штуковина если не сошибаюсь астон мартин то есть вот как-то делает ему то этот обвес я читал про винья русскую вот эту линейку автомобили мандео кук то есть она за счет своего виньяли стоит на порядок дороже типа моднее есть как-то больше выделяется среди любителей фордов у нас бесключевой доступ ребят есть рейлинги на крыше есть хромобводка такая вот по значит боковым стеклам сейчас вам покажу заднюю часть здесь у нас раздвоенный выхлоп но предыдущий кубах принципе было все то же самое но мне нравится когда раздвоенный выхлоп они когда одна писюлька с левой и с правой стороны торчит здесь также у нас встречает нас надпись виньяли есть камера заднего вида электрический крышка багажника электрическая не скажу что она быстро открывается но нормально по скорости также можно механически сложить так откроем так вот выбирается шторка здесь есть такая вот вот груза безопасность чтобы там что-то везете багажнике вам не прилетела но как говорят это собачник это не собачник такая целях безопасности шторка железная есть вот наш кнопочка если не ошибаюсь нет наверно ее нужно поддержать фордах да все правильно вот он вывалился и вот такой у нас вот есть фаркоп с завода который не нужно регистрировать вносить какие-то изменения технически значит автомобиль то есть по сути если он вам не нужен сложили все и забыли про него что-то нужно будет перетащить нажали кнопочку и он как бы тут как тут так закроем крышку перед погода не самая лучшая для съемок так диодные задние фонари но к сожалению лампы аварийной сигнализации указатели поворота вместе с задним ходом накаливания блин ну не знаю как так делать диодный фонарь вести вам по накаливанию совместно с этим но этим грешит не только ford а многие марки складывание зеркал имеются вот мне нравится ford это большой приятный доступ в автомобиль то есть не маленький здесь как бы хорошо садится высоко расположены сидения фирменные вене я левские кресла с такой таким вот узором стандартным можете просто найти год назад там я делал обзор на манделу веняли там точно такие же были сиденья такой двухцветные обводка из белой кожи и приятная кожа значит настоящая натуральная кожа обшита полностью все сидения даже вот эти боковины они кожаные не дермантиновые так полностью электрические настройки ребят я настолько убежал углубился в комплектацию что он не рассказал сколько она стоит стоит машина 2 миллиона 400 тысяч это 2019 год и пробег оригинальный сейчас поближе 109 тысяч двести восемьдесят пять километров сейчас я вам на всякий случай значит сфоткаю или покажу веномер кузова надо наверно поставьте на паузу если нужно пробивайте честки машины можете пробить по сайтам в общем доступе ничего платить не надо пробивайте убедитесь моей честности так в меру такой просторный салон этого автомобиля из приятной кожи обшито рулевое колесо есть даже патрулевые лепестки переключения в с режиме все органы управления мультимедиа и бортовым компьютером как полагается у нас есть кнопка старт-стоп запускать и глушить автомобиль у нас безключевой доступ подогревы сидений и есть электрический подогрев лобового стекла раздельный климат вот нити сейчас фокусируется на на видите с автозатемнением зеркало здесь датчик дождя все принципе как везде кстати такой клавиша электронного ручника здесь заглушка не знаю может что то тоже должно быть по ассистентом отключение старт-стопа открытие багажника и здесь парковочный ассистент на и отключение парктроников принципе все то же самое как бы ничего нового здесь у нас sing такая достаточно умная хорошая мультимедиа есть акустика sony играет очень достойно хоть и не имеет насколько я помню сабвуфера в багажнике не было в нише там дорожный набор все обшито такой приятной кожей торпеда с белой нитью здесь черной нитью 5 машина не подготавливалась вот она только приехала то есть не было на детеллинге скажем и не химчистили не полировали показываю как есть так круиз все естественно имеется про электросидение вам уже рассказал есть память сидений на 3 даже персоны стандартный значит у нас блочок кнопок блин мочу уже тут придется сейчас протирать тоже такая же двухцветная карта из натуральной кожи белая черная так сейчас ребят двойные стекла вот они для лучшей шумоизоляции так здесь тоже вот атрибутика виньяли вот она слева справа на крыльях так сейчас покажу задний ряд сидений так кстати хотел посмотреть а сзади до одинарные кстати стекла такое тоже часто встречается у посадов так здесь тоже белая нить приятная такая качественная кожа ну карта дверей выполнена очень хорошо задний диван у нас также таким приятным сечением так есть подлокотник подстаканник на 2 бутылки та же самая наша шторка железная кстати вот какую тигуанов да помните и столики можно что-то поставить поставить бутылочку планшет в дороге очень удобная штука там все то же самое задние воздуховоды и розетка на 12 вольт здесь стать вот коврики на куле написано что это куга так ну кстати вот давайте сам за собой сейчас сяду потому что сидение сейчас настроена именно я сижу потому что я значит мы с вами поедем нам не дороже так ну что сказать есть место конечно колесец будет помимо и побольше чуть-чуть для задних пассажиров место диодные фонарики есть крючки к сожалению от не черный потолок так бы вообще супер-пупер было так камера заднего беда я уже показал так быстренько забежим с вами под капот и будем двигаться в сторону нашей горы где навалило кучу снега так ребят сейчас найду где же наша педалька вот она желтенькая газоупоров нету наш с вами duratec но тот же тот же получается французский мотор dw10 который мы видим в пыжах в мандео citroen ах ну и в куге 180 лошадей 400 момента очень хорошие показатели блин сильно сидит крышка не буду отрывать так у нас еще и по-моему да сейчас вам сниму получается эбер спичер или как она читается я не знаю правильно короче есть подогреватель как у вебасты ну можно сказать мы все привыкли автономки называть вебастами подогревателя здесь она тоже имеется так друзья предлагаю насчет передвигаться в сторону внедорожье в наше поле с горками где будет я думаю интересный контент кстати взяли как техничку на всякий случай утрака вот он стоит ну его тоже за с ними как он карабкается в гору по такому глубокому снегу будет интересно давайте ребят включусь уже на горе погнали так но выдвинулись моя значит уже в сторону наших полей сейчас едем такой знаете деревенской дороге правда уже грейзер прошел но в принципе шумоизоляция могу сказать что у куги хорошая неплохая это однозначно не идеальная но неплохая понятно что мы едем на шпунной резине по снежной дороге они по асфальту но все же там какой-то кула из подарок я особо не слышу ну сейчас все равно будем выезжать на асфальт уже с вами поделюсь своими впечатлениями удобная посадка удобная приборная извиняюсь не приборная торпеда хорошая обзорность у автомобиля сижу знаете как в кресле как царь короче еще и управляю неплохим автомобилем правильно сказать хорошим с хорошей динамикой с полным приводом на автомате тепло хорошо этим подвеска не скажу что жесткая понятно что они мягким не может быть но такая энергоемкая можно сказать по сильным емам едем каких-то пробоев ничего нет глотает а слова хорошо сейчас на асфальт выйду тоже включусь своим поделюсь мнением ребят но с выездом на асфальт особо ничего не изменилось могу вам сказать то есть какого-то шума от шина у нас шипованные шины стоят зимние я не слышу от арок там знаете как вот когда вот это мокрый снег каша тоже закидывается в арки бывает такой сильный шум дешевых особенно машин здесь такого нету прошу мы изолирована машина неплохо скоро наша я вот сам уже самому знаете не терпится быстрее бы до полей добраться то есть как-то проехаться на нем то есть мы машину ни в коем случае убивать то не будем но сделаем пару пробных заездов однозначно как бы то есть никто не едет там долбить как на других каналах ломать и все остальное все в рамках разумного ребят все с головой все включаюсь наверное уже когда будем на подъезде на подъезде посмотрим заодно как чё там сможет наш с вами all track на этом же внедорожье по глубокому снегу то что друзья продолжим запускаем нашего ул трака вперед просто танк можно сказать но я сзади на куге реально глубокий снег ну не соврать сантиметров 20 наверно здесь такая вот целина особо никто сегодня здесь не ездил не знаю как вам показать вот наш проходимец ул трак просто ничего не замечает ну что почти приехали помните марс я вам показывал когда-то здесь были все огромные карьеры добывают песок но обычно до сюда доезжают здесь разворачиваются ну что сейчас вот там впереди наша большущая горка вот все въезжаем сейчас будет самое интересное кто-то здесь уже тоже ездил но не сегодня до глубокие колье сейчас заберемся на горку я просто вам покажу отрывок ела пала сколько здесь снега я чувствую что да все обалдеть очень тяжело кстати идет ой я не туда поехал сбиваешься в этой в этом белом я отвижу что у траку не видно сзади уже отъезжает ему по бампер снега вот нашу там горка данным не сдавал сейчас мы просто поедем елки-маталки вот прошел буду пробовать скачать с лета ребят почти зашел все не зайдет не зайдет не затянуть надо ехать в ручном режиме отключать стабилизацию и так ребят все но я грубо говоря и не пытался залететь я сходу въехал натяг но и не зашел сейчас бы дадим нашему бульдозеру ул траку вот он гру грозный автомобиля думаю пускай нам пробьет колею сейчас он объедет кугу но у нас все равно как техничка видите да он чуть-чуть зацепает сейчас сейчас я немного отойду просто посмотрите сколько снега то есть ну сантиметров я не знаю сколько 20 наверное и он такой плотный снег для вас как всегда непонятно насколько сильный склон горки сейчас и где-то в середине встану чтобы более-менее записать кадры как получается уже обзор на утрах пошел ну не суть ребят сейчас кугу испытаем просто здесь видите я ехал в натяг она переключила на повышенную передачу ну и понятно что он не зашел ну все запускаем даю отмашку вот он в деле вообще залетел вот там ну почти да зашел зашел просто здесь намело елы пала и здесь лед еще зашел красавчик здесь самый сильный подъем видите да что он днищем собирает и вот здесь вот но не знаю какое количество снега опа завалился по колено ребят вот по колено снега у меня тут чтобы понимали ну и сейчас запустим кугу наверх наверно но утрак молодец это правильный универсал так ребят продолжаем ролик тут ребята подумали что мы завязали такие вот такие пацаны на снегоходах вот этим все нипочем чем больше снега тем круче кайф как говорится да ну все ребят сажусь нашу кугу и стартую не буду пока ничего выключать вот ребята человечки они подумали что мы завязали и прилетели к нам на подмогу вытягивать за что им большое человеческое спасибо так ребят пристегиваться не буду снега я не ожидал что столько будет снега наверно включая режим с включу первую передачу так ну надеюсь что она залетит буду ходом брать пока что горку очень сильно носит да здесь вот перемет давай 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 зашла ребят залетела да это кроссовер это проверено это универсал повышенной проходимости сейчас будем отдельно тестить кугу наверно партроником забила партроник партроником партроник снегом партроник ругается ребят сейчас начнем полное тестирование машины и так ребят маленькое включение хотел вам под запилить смотрите сколько снега вот порог машины вот снег то есть снега здесь реально немало вот сегодня настоящий тест драйв да никогда там чуть-чуть на милой мы прокатились ну что первое сейчас будет куга пару заездов я вам сниму вблизи как это будет происходить как там роет задний привод на ней сейчас у меня со мной мой друг александр за что им отдельно спасибо что приехал согласился чтобы он очень хорошего водит машину поэтому он сегодня будет ездить на ней взбираться я буду показывать как она ну то есть роет снег то и забирается в нашу непреодолимую горку давайте сейчас включусь как он будет уже внизу и начинает будет пробовать как-то заезжать в разных режимах и итак продолжаем наш ролик сейчас куга вниз спустится по нашему глубокому снегу и будем смотреть с камеры как она залетает снега реально много снег тяжелый поэтому у меня еще таких не было обзоров хотя была раскисшая грязь с глиной там тоже было много интересного помните да как инсигня пыталась но не могла ну что все едет наша куга с вами сейчас просто с разгонщика немного небольшого у ее как метет занесло занесло ребят я не успеваю в горку забежать до его кинула ушел с траектории отсюда сюда должен был ехать ушел сюда ну что снег глубокий как бы тяжело рулить автомобилем его под скинула но видите даже по городу с горы тяжело спускается сейчас попробую сейчас его тормознуть нет у меня не видит так ладно сейчас попробуем чтобы отсюда он ехал вот с места грубо говоря да видим как задник все колеса шлифует у нас опять ее закидывает куда-то ой 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 ну ребят наверно видите сколько снега навалило с отключенной стабилизацией и и выкидывает из колеи можно будет включить обратно кстати выключается антибукс крайне неудобно там через бортовой компьютер сейчас попытка я не знаю уже какая номер три может быть с того же места и наверно повыше сейчас поднимусь и так еще одна попытка пожалуй отойду вот сходу но сходу сходу зашла без проблем что ребят наш техничка решили его немного пробовать раз мы здесь с вами на внедорожье с ол треком почему бы и нет что-то пошло не так что-то пошло не так тоже скинул здесь уклон такой лед но очень глубокие посмотрите какие колеи и здесь вот еще лед как бы такой земли поэтому их скидывают сюда и нормально нормально заскочил кстати даже не утруждаясь я могу так сказать ну что друзья вот закончился наш с вами обзор на замечательный автомобиль ford куга виньяли я думаю вы посмотрели как машины кстати тот же у трек до взбираются на сегодня не могу сказать что было легкое внедорожье она была средняя так скажем потому что снега ну действительно много вы это видели сами горка подморожена под снегом лед и поэтому условия для каких-то поднятий у машин тяжелые были но она справилась достаточно легко все-таки мощность решает 180 лошадиных сил 400 момента на автомате с полным приводом машина может куда-то уехать увезти вас далеко то есть на природу к примеру да то есть чтобы там не особо не переживать ну конечно все нужно делать головой потому что и она не какой-то внедорожник настоящий поэтому я ей ставлю лайк за какую-то легкую непроходимость клиренса достаточно автомат работает уверенно правильно алгоритмы алгоритмы выстроены то есть предсказуемо что сейчас будет переключение да если отключаешь стабилизацию машина гребет очень хорошо муфта ни разу не перегрелась нигде не выскочила ошибка то есть машина однозначно как бы хорошо укомплектована да то есть но это шильду стоит своих денег чему я все это хотел сказать то есть не то что там я делал эту рекламу то есть это ваше дело покупать или не покупать не и ултрах больше нравится как бы честно говоря чем форды но связи с тем что у нас сегодня был интересный автомобиль на обзоре виньяли то есть с хорошей коробкой с хорошим мотором я считаю что он достоит достоин внимания на этом буду заканчивать ребят с вами был дмитрий надеюсь такого плана контент вам понравился чем другое еще придумаю какую машину может притащу сюда ну естественно полноприводную можете познать колелоса посмотрим кому какие то нужны будут у кого какие то правильно выразиться будут вопросы задавайте пишите звоните буду рад вам помочь и на телегу обязательно подписываемся на группу вконтакте все есть ссылки под описанием под любым роликом на ю тубе с вами был дмитрий всем пока